Виктор Михайлович, здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. В последнее время все чаще публичные персоны, знаменитые люди и комментаторы, и олимпийские чемпионы начинают обращаться к киберспорту в своих высказываниях и говорят разные вещи. Если честно, у геймеров это вызывает два варианта реакции. Либо это дикое раздражение, потому что у нас есть ощущение, что человек, который говорит, ничего не понимает в киберспорте. Либо, наоборот, это интересно. В вашем случае вы именно решили комментировать фифу, что, на наш взгляд, на геймерский, наверное, правильно, потому что это и есть футбол, по сути, который вы комментировали до этого. Вот расскажите, в чем похожесть или разница, когда вы комментируете виртуальный футбол? А похоже ли это на настоящий? Это похоже на футбол. Принципы комментария одни и те же. Больше того скажу, что подчас комментарии одного и того же футбольного матча, в зависимости от того, где ты находишься, на каком стадионе, какие у тебя технические возможности, между собой отличаются больше, чем комментарии футбольного матча от киберфутбола. Здесь все было с технической точки зрения организовано великолепно. Я вам скажу, у меня в комментаторской кабине, просто поскольку она невелика стандартно на любом стадионе, или же мы сидим на общей трибуне прессы и ограничены вот такими стенками своих клетушек, я никогда не имею большого монитора. Здесь монитор был большой и было очень приятно, потому что иногда комментаторов большого футбола обвиняют в том, что он не берет на себя ответственность за решения судейские. Это вот оставим, был офсайт или нет, на усмотрение судьи. А мы просто физически не можем углядеть на маленьком повторе, на маленьком мониторе то, что произошло на самом деле. Здесь это было исключено, здесь все очень хорошо было с технической точки зрения, как я уже сказал, и поэтому комментировать было приятно. Кроме того, мы вели вместе репортаж со специалистом киберфутбола, и еще был такой, с моей стороны, может быть, режиссерский момент. Я разыгрывал карту такого незнайки. То есть даже если какие-то вещи я, в принципе, знал, но я вот обращался к нему, чтобы он мне рассказал, чтобы, рассказывая мне, он пояснил тем людям, которые случайно подключились к трансляции и тоже не очень разбираются в киберфутболе. И это интересный прием. Я мог проводить какие-то параллели с большим футболом, шутить на эту тему. Вообще в таких репортажах, наверное, пока еще киберфутбол не вышел на такую гигантскую арену всей страны, можно себе позволять больше, чем в комментариях матчей сборной России, где ты пошутил, а люди тебе говорят, мы сидим тут с валидолом, а он там шуточки шутит. Но, кстати, к этому придет киберфутбол, потому что я вижу, какими семимильными шагами еще он идет по стране и вообще по миру. И то, что разные люди, как вы сказали, комментируют хорошо или с позитивной или с отрицательной точки зрения, они ведь комментируют не просто так, не потому что их просят, а потому что они, будучи публичными людьми, хотят быть на острие события. Они не могут пропустить мимо себя вот такое явление. Поэтому даже отрицательный комментарий, это тоже, в общем, льет воду, в хорошем смысле, на мельницу развития киберспорта. Ну вот вы говорите про то, как шутили. Действительно, вы периодически шутили, иронизировали даже. Можно ли говорить о том, что все-таки пока виртуальный футбол до настоящего не дотягивает? И вообще, можно ли относиться серьезно к киберспорту и, в частности, к киберспортивным футбольным соревнованиям? Ну, я здесь посмотрел бы шире. Я бы говорил вообще о кибериграх, о киберспорте. Естественно, что лишить это молодое поколение, даже если бы мы это очень хотели, мы не можем. И это не нужно делать, потому что хотя бы, исходя из того, что это компьютеры, и освоение компьютеров, это прекрасная база для серьезной профессии в будущем нашей жизни. То есть сидеть так и так они будут в своих там комнатушках или не комнатушках, один на один с компьютером. Мы их вытаскиваем оттуда. Мы им даем полноценное соревнование. Мы им даем команду, в которую они играют. И даже если нет команды, они выступают перед большой аудиторией. Они получают денежные призы, и это, в принципе, должно радовать их родителей, потому что они с детства начинают понимать, что такое деньги и как вообще деньги зарабатываются. Они выходят на международную арену. Со всей точки зрения, даже если мы назовем злом, то, что они просиживают целые дни у компьютера, я не считаю это зло, то для тех, кто считает это злом, это выход, чтобы победить это зло. Как вам кажется, человек, который играет в виртуальный футбол, должен уметь играть в реальный? Вообще, это какие-то вещи, которые можно противопоставить друг другу, или они могут существовать вместе? Пример моего сына, ему 13 лет. Он играет в настоящий футбол, он играет в киберфутбол, в FIFA 17, а до этого FIFA 16, и любая FIFA, которая была до этого. Он, что самое интересное, он меньше смотрит большой футбол. Он играет сам, а на экране у него кибер. Поэтому он может пропустить финальный матч чемпионата Англии, ради того, что у него важная игра в киберфутбол. Но это развивает в нем интерес в футболе как таковом, то есть он продолжает сам играть. А что касается знания футбола, я нам просто поражаюсь. Переходы из клуба в клуб, стоимость того или иного футболиста, он знает это лучше меня. Поэтому для своего киберфутбола, потому что он вынужден за этим следить. Он в интернете все это вылавливает, усваивает, и в конце концов все придет к тому, что он и будет смотреть тоже большой футбол. То есть это такая триединая вещь. Играешь, большой футбол смотришь, и играешь в киберфутбол. То есть это не какие-то вещи, которые противопоставляются друг другу, а наоборот, это вещи, которые в этой триаде друг друга дополняют. Это одно дополняет другое. Вот пример моего сына, просто наглядное этому подтверждение. Если говорить об аудитории киберспорта, которые сейчас пытаются расширять всячески, то может ли получиться такая ситуация, что именно виртуальный футбол будет привлекать максимальную широкую аудиторию по той простой причине, что он похож на футбол, и комментарий, соответственно, похож, и люди готовы слушать и воспринимать эту информацию, в отличие от League of Legends, где Владимир уходит в лужу, и никто не понимает, о чем идет речь. Конечно, это не убьет интерес к большому футболу. Было бы смешно об этом говорить, тем более, что все пошло от футбола, от зеленого поля, от этого запаха стадиона. Нет, конечно. Это вещь просто, которая будет дополнять большой футбол, но свое очень большое развитие, большую популярность, конечно, получит. Мы видим, какая тенденция его развития. Тут нужно какие-то вещи, может быть, немножко подправить, потому что было забавно, и я об этом шутил, комментировать Реал против Реала. И были вынуждены брать участники эту команду, потому что только эта команда почему-то находится на таком уровне, которое позволяет обеспечить соревновательность вот этому финальному матчу. Конечно, было интереснее, когда по ходу того же турнира Реал играл с Баварией. Но вот вам тоже, кстати, дополнение. Ведь все ждали финала Лиги чемпионов, Реал-Бавария. Там не получилось, смогло получиться здесь, если бы один из участников выбрал Баварию. Я думаю, это такой технический момент. К этому придут, этому можно придать какое-то международное звучание. Это Лига Европы, Кубок чемпионов, Лига чемпионов. Как-то это можно пускать параллельно с большим футболом. То есть, когда одни соревнования будут дополнять другие. То есть, очень много чего можно придумать. В футболе большом придумано все уже. И большой футбол, консервативный вид спорта. Вы видите, что он даже очень неохотно идет на изменения в правилах. В отличие от волейбола, либо скетбола, либо хоккея. За последнее время, что придумали только играть несколькими мячами, которые, значит, подаются по очереди. И что нельзя отдавать пас назад своему вартарю. Больше изменений практически не было. А в киберфутболе, это растущий вид спорта, тут можно придумывать, приближать к большому футболу. Кстати, вот смотрите, здесь же большой футбол невольно, можно сказать, что-то берет от киберфутбола, когда идет речь о повторах. Повторы в спорных ситуациях. Вот в киберфутболе безошибочное и непредвзятое судейство. Это то, о чем мечтает большой футбол. Соответственно, большой футбол должен посмотреть, а как это обеспечивается в киберфутболе? Непредвзятость и безошибочность. Так мы будем брать это для себя. То есть, получается, что судьи – это первые кандидаты на вылет в рамках развития киберспорта. Настоящие судьи в настоящем футболе. И появление киберсудей. Если говорить о поддержке киберспорта на уровне государства, вот мы знаем, что недавно киберспорт, точнее, отдельное направление, вошли в Росреестр и находятся там рядом с хоккеем, например. Это вообще нужно киберспорту? Нужна ли эта поддержка? И если нужна, то какой она должна быть в России? Ну, в нашей стране всегда важна поддержка государства. И мы видели, какой резонанс был, когда летом прошлого года заявили на высоком уровне, что теперь это официальный вид спорта. Как-то это невольно, невольно дает толчок. Хотя, даже если это существует на какие-то личные деньги, и не имеет отношения к государству, когда государство заявляет такие вещи, как-то у нас это очень действует на всех. И даже действует на тех потенциальных спонсоров, когда они видят, что сказали, что это хорошая вещь. То есть они более охотно реагируют и несут свои деньги в эти проекты. Поэтому это очень важно. Очень важно. А потом, если это примет форму, когда уже принимает Кубки России, чемпионаты России, когда там появляются и наши клубы, когда какие-то проходят соревнования, не просто там человек, я болею за ЦСКА, он пришел в футбольный клуб ЦСКА, и сказал, я буду за вас играть. Нет, таких человек приходят десятки. ЦСКА, футбольный клуб большой, не чураясь этого, проводит турнир, определяет сильнейшего, подписывает с ним контракт самый настоящий. И он играет за этот клуб. Это все, вот эта системность, она очень хороша и очень важна. Виктор Михайлович, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо.